Всем привет, это Radioshop. У меня сегодня очень интересные токовые клещи от производителя PICTEK. Это модель PM2018S, есть точно такая же модель 2018A и есть еще модель B, которая стоит чуть-чуть дороже, чем S. Очень небольшие, компактные токовые клещи всех трех моделей. Они имеют минимальное отличие. Самое интересное это конкретно вот эта S. Комплектация стандартная, есть гарантийка, есть инструкция на английском языке, обычный чехол, то есть когда коробочку выкинули, чтобы вам было где хранить, вместе со щупами и всем остальным. Батарейки идут, есть две пальчиковые, полтора вольтовые, есть подсветка и самый главный плюс именно модели S, это полный автомат. В нем есть кнопка включить, кнопка выключить. Естественно, есть функциональные еще кнопки две, которые отвечают за включение подсветки и удержание данных на экране, и переключение между функциями, когда вы используете его как мультиметр, то есть со щупами. Щупы очень качественные, они двухкомпонентные. Колпачки снимаются, то есть чтобы больше оголить металлическую часть щупа и меньше, чтобы можно было в каких-то сложных ситуациях ничего не задевать, а только вот именно то, что вы меряете. Во многих китайцах это не реализовано. Допустим, если вы я-то возьмете, то у них как бы по виду кажется, что колпачок снимается. А берете в руки щупы, а там колпачка на самом-то деле и нету. Тут очень толстый провод у щупов. Я не уверен, что там металлические, металлическая жила действительно очень толстая. Скорее всего, большую роль играет изоляция. Но тем не менее, они хоть постарались вид сделать, что очень хорошие толстые провода. Но вернемся к главной особенности этой модели. Это полный автомат при измерении. То есть вы не переключаете пределы. Как во всех других мультиметрах и токовых клещах, вы выбираете предел и измеряете. Либо по лучшей модели вы выбираете, что вы меряете, и тогда уже начинаете измерение. Здесь ничего этого делать не надо. Вы включили, меряете, как я сейчас. Это 12-ти вольтовый вентилятор, который работает на 10-ти вольтовой батарейке. То есть тут значение силы тока очень маленькие. 0,01, либо 0,15-0,016. Вы ничего не переключаете. Вы просто включили токовые клещи и измеряете. Если вам надо измерить напряжение щупами, вы включили токовые клещи, поставили в розетку, она вам измерила напряжение в розетке. Поставили к батарейке, она напряжение измерила у батарейки. То есть вы ничего не переключаете, ничего не забудете. То есть, ну вообще для таких в лобках мастеров, как я, это очень важно. Потому что мы, как магазин, отправляем часто почтой измерительные приборы. Нам человек звонит, прибор не рабочий, возвращает. Открываешь коробку, а человек просто включил на постоянное напряжение и воткнул в розетку. Всё, прибор сгорел. То есть надо было включить на переменное напряжение, а чел там не додумался или, я не знаю, не посмотрел, ошибся. Всё, прибор сгорает. Здесь включил одну кнопку и работаешь с чем тебе удобно. Единственное, что если, допустим, сопротивление, либо частоту, да, там есть кнопка функции, вы выбираете, что вы меряете именно в таких нестандартных измерениях. С напряжением, с силой тока, всё по умолчанию. Раз включил, вы никак его не спалите. И при этом измерение очень точное. Я сейчас для примера беру токовые клещи ята. Они стоят уже 1300 с копейками гривен. Это на 600 гривен дороже. Измерение, ну, один в один практически. Если подносишь очень близко к самому вентилятору, показания, естественно, выбиваются из реальных и показываются с большой-большой прогрешностью. Это происходит что у ята, что у пиктека. Одинаково. Только отодвигаешь на какое-то оптимальное расстояние, всё, показания фактически те же самые. Ята показывает 0,01, либо 0,18 тысячных. Пиктек показывал 0,16 тысячных. Если уже говорить о цене, то пиктеки стоят в районе 700 гривен. То есть, а, самая простая модель, она точно такая же, как и эска. Единственное, нет частоты и нет полного автомата. Вы переключаетесь по пределам, так же самое, как и в всех остальных токовых клещах. Бэшка, которая стоит на 10 гривен, дороже. У неё тоже нет полного автомата, но зато есть измерение температуры, есть ёмкость и есть прозвонка. В S модели прозвонки и измерения ёмкости нет. При этом она стоит 734 гривны. Но это просто отличнейшая цена для такого измерителя. В такой же цене, похожих много, но чтобы были лучше, нет вообще. На этом, в принципе, особенности заканчиваются этих токовых клещей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока!